Грузовики, автобусы и, конечно, легковые авто. Площадь перед Сахалинским домом правительства на время превратилась в выставку экологичного транспорта. Ближайшие пять лет власти островного региона планируют перевести половину вообще всех автомобилей на газ. Планы сверхамбициозные. Неудивительно, что именно сюда пригласили самых выдающихся специалистов газовой отрасли. Это и производители оборудования, и строители заправочных станций, и производители транспортных средств, и те, кто занимается переводом существующих транспортных средств на природный газ, и финансовые организации, которые предлагают специальные инструменты для развития рынка и так далее. То есть максимально-максимально широкие научно-исследовательские институты, университеты и так далее. В первую очередь стоит перенимать местный опыт по введению мер поддержки. На конференции рассказывают, что тем, кто установил баллон в свой автомобиль, во-первых, компенсируют затраты на переоборудование, во-вторых, в два раза снижают транспортный налог. «Если брать полный комплекс мер, наверное, сопоставимый комплекс может быть еще в Белгородской области. Во всех остальных случаях, наверное, у Сахалинской области по комплексности подхода она одна из первых». Такие затраты в итоге окупаются и приносят выгоду. Это не только польза для экологии, но и, например, развитие бизнеса. Те же таксопарки выигрывают очень неплохо. Самый крупный агрегатор такси в стране делится своими расчетами. «Метан по нашим расходам, по нашему анализу, где-то в два с половиной раза выгоднее получается. То есть, если рассматривать, сколько там водитель на тысячу рублей может заправить и проехать, то получается, в два с половиной раза он проедет больше километров, чем на бензине». Помимо обсуждения финансовых инструментов, на конференции говорят и о развитии инфраструктуры, климатических нюансах и представляют примеры успешного внедрения газомоторного оборудования. Регионы готовы реализовывать их у себя. «У нас самая высокая стоимость как дизельного, так и бензинового топлива в республике Схай-Якутия по Дальневосточному федеральному округу. И, соответственно, для нас рынок компримированного газа, рынок СПГ – это перспективный рынок. И мы все-таки видим для себя развитие этого рынка, как на федеральных трассах, как на региональных дорогах». Кроме того, по итогам конференции будут подготовлены предложения в деловую программу Восточного экономического форума этого года. Возможно, именно там будут заключены самые крупные контракты в сфере внедрения газомоторного топлива. Сергей Суханов. Специально для телеканала «Алмазный край». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...